а здрасте друзья привет уленьки вышло обновление на золотой колос или выйдет в ближайшем будущем короче версию 202 я так понимаю завезли и тут в общем то есть такие изменения которых можно сказать пару слов отдельно и даже записать видос единственное сразу же ответы вот прям на сто процентов задаваемый вопрос первое животных пока не завезли и второе когда вот как только так сразу честное слово разрабы над этим трудятся не покладая рук скоро все будет но давайте друзья сначала об изменениях которые сейчас обновления привалили пару слов я постараюсь долго не затягивать первые друзья изменения одно из таких самых главных это добавлено на карту своя карта почв в отличие от дефолтной и присутствует здесь также как и в дефолтном dlc 4 вида почвы называются они здесь по-другому делалось это все на основе реализма там и все такое прочее не знаю так что на данный момент в общем то эта карта полностью адаптирована под эту dlc ху если кто-то с ней играет то вот милости просим что называется если вдруг кому-то это интересно сейчас внимание будет спойлер если не хотите видеть карту почв которая есть на карте то мотните куда-нибудь чуть дальше но выглядит она вот таким вот образом если вдруг кому-то интересно я только-только подключил этот мод я сомневаюсь что я буду с ним играть и у меня тут разумеется нихрена шинки не обработано так как оно должно быть единственное знаете что меня еще смущало как будет работать самолетик азотом и давайте вот мы сейчас прямо это проверим вот на это вот поле она у меня тут как раз убрано отправим самолетик пускаю на его польет посмотрим как изменится уровень азота разумеется там есть какие-то свои заморочки по поводу того чтобы культура была такая какая нужна от самой почвы зависит именно нужный уровень этого самого азота азот же у нас удобрение да да азот это удобрение если что кстати справочку читайте это хорошая штука подождем самолетик он удобрит вот кстати у меня снизу если видите нихрена нормально не работает потому что у меня подключен мод дополнительная информация о поле она короче между собой конфликтует если у кого вопросы были как-то меня спрашивали и самолет ты куда полетел что-то так долго удобряешь маленькое поле питает он где нет не пойми где меня еще поле убрано не пойми как а это я за гонки тут делал какие-то на стриме вовсе удобрил начаться лезем смотрим чё да как и нихрена в общем-то это не работает а вот тут друзья стоит сделать небольшое уточнение между записью этого ролика и его публикации скажем так выхода обновы игорь сделал фикс и теперь самолет работает и самолет этот удобряет за одну стадию сразу вы делает вам идеальный уровень азота на работает это только после посева то есть вы поле засеяли потом запускаете самолет и он выравнивает в идеальный уровень ph соответственно поливать навозом там перед посевом перед культивации после уборки ничего этого делать теперь не надо если вы пользуетесь самолетиком самолет заменяет все стадии удобрения сразу как это работает сезонами не знаю я просто не знаю как работает вообще точное земледелие сезонами ну ладно это все не важно если у вас уже она была подключена то чтобы переписать новую карту почв там где вы качали эту карту обновление это вышло там есть снизу подробная инструкция от стаса как там чё удалить все читайте все это будет работать потому что у вас тогда не подгрузится текстура почвы новая точнее карта почв там все написано 6 файликов надо удалить из сейва и все будет работать ладно погнали далее далее друзья пройдемся по мелочам во первых добавлен рейтинг за выполнение полевых контрактов и кто смотрит мое прохождение знают что я сейчас нахожусь в процессе когда мне нужно насобирать рейтинга на мельницу и мне там не хватало порядка 10 единиц так вот из-за того что мы упарывались контракт в свое время сейчас вот тут появилась новая графа задание на полях у меня их выполнено 400 мать его 87 штук и соответственно 8 единиц рейтинга мне за это дали справки опять таки все подробно написано за выполнение полевых контрактов за два контракта рейтинг за 42 за 83 в общем-то в геометрической прогрессии это все дело увеличивается у меня на 512 контракте будет следующая единица рейтинг вот еще максимальный рейтинг 100 я вот не помню было это или нет но по моему этого не было поэтому появился какой-то потолок видимо не знаю как это будет работать и зачем это надо но вот так вот также изменение рейтинга друзья коснулась и контрактов срочных грузов и снабжения теперь количество рейтинга начисляемые за все вот это вот наше любимое дело будет варьироваться зависимости от уровня сложности которые выбирали на старте игры на легком и среднем уровне сложности теперь за срочный груз вы тоже будете получать плюс один рейтинга за контракты на легком уровне сложности теперь будет плюс 2 но по снабжению 2 балла при средней тяжелой сложности и 3 балла при легкой обжение кстати классная штука экономику друзья тоже немножко подправили теперь цены не будут так быстро проседать от начала продажи товара до начала снижения цены будет проходить теперь один игровой час раньше было три минуты по моему максимальное снижение цены составляет 20 процентов сколько было раньше честно вот не помню но сейчас если вы не право флите моменту вы спокойно можете вывести хоть весь склад и продать его по адекватной цене то есть у вас не просядет сразу в 500 миллионов раз цена если вы любите сначала собирать со складов копить миллионы литров вашего урожая а потом продавать хотя я вот вывозил степлиц баклажанчики там помидорчики там по 800 кубов было я честно говоря не почувствовал такого резкого снижения цены вену знает также небольшие изменения коснулись вот этой вот замечательной заправочной станции во первых когда вы будете подъезжать туда и сливать топлива чем покажу вот такая штука когда сливаете топлива да можно сливать прямо из техники топлива и она будет прекрасно сливаться в общем-то появилась вот такая вот замечательная уведомлялка которая позволит вас предостеречь от ненужного клика случайно но если вы привезете сюда в прицепе топливном специальном то у вас тут спросится откуда его сливать также кстати для любителей а то я читал знаете в комментариях были такие умные люди которые брали технику на выполнение контрактов на чужих полях и прежде чем ее сдавать приезжали на базу и сливали с нее топляк короче такой игрушки больше не будет больше у вас это делать не получится своего рода античит не знаю также что касается сейлок вот с такими вот прицепными бункерами у них теперь отключена возможность выбора семян то есть они сеют только то что загружено в присоединенный бункер это раньше можно было менять просто семена на семена и заполнять их и читерить короче этим способом все теперь такого не будет также из мелочей самолет доступен для полетов теперь только днем по ночам он вам нихрена удобрять не будет для тех кто играет сезонами увеличена цена на силос отправлена там коллизия в на одном мостике а то кто-то там цеплялся своей модовой техникой я не знаю это нигде не цеплялся но подправили и хорошо и с текстурками соломы кстати тоже еще поработали что тоже замечательно но самое главное друзья изменение самое которое я считаю крупная это добавили новую штуку сюда в меню автогруз называется а еще кстати появилась такая штука история сообщений здесь будет храниться ваше сообщение которое вам сюда приходит на 20 штук но автогруз самая вообще замечательная вещь которую сюда прикрутили в этой обнове смотрите нажимаем на эту кнопочку и появляемся в соком вот меню что вообще этот самый автогруз умеет эта штука которая умеет загружать из складов загружать в склады и загружать из транспорта в транспорт ваши какие-то грузы урожаи там семена и все остальное сейчас я вам покажу как это работает и нахрен это вообще надо для начала выбираем транспорт вот например у меня здесь на базе стоит урал бортовой вот вы красивенький и добавляем ему задание например например вот выгрузить в транспорт выбираем товар который мы будем выгружать выбираем секцию это для тех у кого двухсекционная например какой-то грузовик прицепы еще там что-то культура и сорт семян это относится к семенам и выбираем адресат меня на карте вот есть два контейнера ну выберем контейнер так как у меня идет выгрузка в транспорт соответственно тут будет доступен транспорт если бы я нажал выгрузить в склад то а собственно давайте вам нажму выгрузить склад то здесь соответственно появляются ваши склады которыми вы можете пользоваться ну или точки продажи какие-либо которые этот самый товар принимают но мы давайте поиграемся из транспорта в транспорт выгрузить в транспорт в опять-таки баклажаны выбираем и он в контейнер далее выбираем объем который нам нужно выгрузить можно выгружать не все от колесиком мышки просто это все дело меняется количество выполнений от бесконечно и можете вот здесь тоже колесиком мышки до бесконечно это все дело крутить или не до бесконечно хрен его знает из какие тут можно крутить неважно до хрена короче можно оставить бесконечно радиус поиска это радиус поиска сколько этот триггер будет в метрах насколько близко вам нужно подъехать к этому всему делу пускай 10 метров будет сообщение об успешном выполнении можно либо отказе тоже поставить нажимаем кнопочку принять и выходим из этой менюхи и смотрите что у нас произойдет вот у нас стоит наш урал и он впереди вот этот контейнер стоит в урал загружены баклажаны если мы вдруг поедем мимо этого самого контейнера в радиусе 10 метров то эти самые баклажаны перемещаются в этот самый контейнер ну и нам было из сообщения что успешно выгрузил товар баклажаны представляете как круто я пока не знаю зачем это надо наверное для пополнения сейлок это будет полезно но факт в том что это работает можно также выбрать задание например загрузить из транспорта выбираем все те же самые баклажаны выбираем все тот же самый контейнер и выходим отсюда и теперь когда мы будем проезжать на этом мимо этого контейнера на этом урале эти самые баклажаны запрыгнут к нам в обратно то же самое касается и складов например можно забирать со склада можно пополнять сейлки и неважно кстати едете вы сами едет за вас follow me едет у вас курс play автодрайв или там еще какие-нибудь моды у вас есть хитрые которых я не знаю это все будет работать главное что техника физически находится около триггера и он будет ее без проблем забирать забирать то что вы укажете вот смотрите у меня здесь есть например овес в сейлке давайте забубеним автогруз на эту штуку загрузить из склада товар семена так как здесь кроме семян у ничего возить не может поэтому у нас ничего даже не выбирает сразу выбираются семена и теперь нам стала доступна культура выбираем овес и второй сорт семян лишь у меня доступен только второй сорт и откуда его забрать и выбираем откуда его забрать склад семян и химикатов на базе объем выставляем по максимуму меня правда там скорее всего не будет столько семян я что-то как-то не позаботился об этом предварительно но что-то там точно должно быть и соответственно мы сейчас так вот проедемся и заберем их оттуда черт какая большая база и 500 часов надо теперь ехать чтобы что-то забрать оттуда во мы проезжаем через триггеры хоп у нас пополнили семена все что было все засыпалось а это значит что у нас теперь курс play или автодрайв кто с чем работает будет отлично пополнять семена с вот этого вот склада магазина разумеется не будет потому что там склада удобрений как таковых то точнее удобрения будет семена не будет потому что мне склада с семенами но вот так вот прекрасно это все работает и тут друзья тоже еще одно уточнение не проверив всю информацию в общем-то набрал я вам немножко автогруз сам купит нужное количество семян на магазине так что можете отправлять его вообще в магазин прям сразу он спокойно заполнится сколько вы ему укажете так что теперь никаких проблем с курсплеями автодрайвами ни у кого не будет на этом вроде как все изменения которые стоят обзора которые стоят упоминания закончились что я тут не сказал убрана строка сортом семян изменю о поле из-за конфликтов но у меня сейчас тут полная задница творится с этим меню я его вам не могу сейчас показать потому что у меня конфликтуют между собой мод дополнительная информация о поле и вот это самое точное земледелие не могут они поделить раньше кстати строка это тоже пропадала ну да и неважно вроде как все сказал да друзья это у меня все всем огромное спасибо за просмотр если не подписан на канал то подписывайтесь она скриптом еще раз отдельная пятюня за эту классную карту всех еще раз с прошедшим новым годом и общем-то всем покаки а